Урок 9. Синхронизация Приведем пример классического способа сведения двух композиций. Сначала загружаем две композиции в проигрыватели A и B и запускаем одну из них. На микшере убираем ручку фейдера другой композиции вниз, чтобы воспрепятствовать ее звучанию в колонках, то есть в зале. Активируем на микшере кнопку Q для проигрывателя B, что позволит нам слышать накладываемую композицию в наушниках или в колонках и при этом сделать ее неслышимой в случае записи микса. Запускаем данную композицию и остановив ее прямо перед первым ударом барабана, нажимаем на проигрывателе кнопку Q, что позволит нам в дальнейшем запускать композицию из указанного места. Снова запускаем ее и при помощи параметра Pitch настраиваем скорость данной композиции так, чтобы она была равна скорости композиций, играющей в зале. Для этих целей удобнее будет воспользоваться функцией SYNC, нажав одноименную кнопку на проигрывателе B. Также необходимо сделать равной громкости данной композиции, опираясь на показатели индикаторов воспроизведений. Настроив параметры, нажимаем кнопку Q и слушаем первую композицию, ожидая в ней начала выхода. Задача состоит в том, чтобы первый удар композиции B попал точно в первый удар начала квадрата композиции A. Дождавшись нужного момента, запускаем композицию B, контролируя синхронность ударов с помощью диаграммы аудиоданных. Если допущена неточность, аккуратно двигаем точку воспроизведения композиции B, используя стрелки Pitch Band. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...